Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Вода, вода, всем нужна вода. Студенческие отряды завершили свой сезон. Альпинисты Караганды привезли с чемпионата республики. Медали всех достоинств. В областном Акимате состоялось селекторное совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Асталбек Дюсеваев подверг критике Акимов городов и районов за низкие экономические показатели и неспособность влиять на ситуацию дал ряд конкретных поручений. Каждое второе предприятие в регионе работает неэффективно. 234 крупных производителя из 510 зарегистрированных имеют убытки. Об этом говорилось на селекторном совещании по вопросам социально-экономического развития региона за 8 месяцев и перспективам на конец года. Отставание наблюдается в промышленности. Снижено производство чугуна и цветных металлов, резино-технических и пластмассовых изделий. Отрицательная динамика в обрабатывающей отрасли. Сократилось также количество активных субъектов малого бизнеса. Более 200 миллионов тенге просроченная задолженность по заработной плате. Рост цен на потребительские товары составил более 105%, что выше республиканского показателя. Перед областью поставлены определенные задачи, которые мы вместе с вами должны выполнить. Согласно поручению руководства страны, нам был разработан план по обеспечению роста экономики с увеличением балового регионального продукта области на 3,8% по итогам 2014 года. На совещании говорилось о том, что некоторые показатели, мягко говоря, не совсем объективны. Статистики пользуются устаревшими методиками, в том числе выборочных опросов. На сегодняшний день властям на местах важно выполнить указания президента и правительства. При любом развитии экономической ситуации не допустить снижения социального положения населения. Совместно с вами, это не говорит, что мы вот так вот будем просто таблички смотреть, они ничего не делают. Мы готовы там на уровне области, на уровне каким областям проводить определенные совещания, искать поддержку органа, что-то делать, чтобы выработать эти показатели точно, конкретно, по каким-то правилам. Совещания намечены по пяти направлениям. В промышленности, сельском хозяйстве, инвестициях, малом и среднем бизнесе и строительстве. Аслабек Дусибаев напомнил акимам городов и районов об ответственности за исполнение намеченных мер и дал поручение обеспечить выход на плановые экономические показатели. Лариса Хусейнова, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Сколько сетей успели отремонтировать коммунальщики к предстоящему отопительному сезону? Какие многоэтажки в Караганде пока не готовы принять тепло в квартиры горожан? И как в городе идет работа по созданию форм управления жилищным фондом? Об этом депутатам накануне рассказал заместитель Акима Караганды в ходе очередной сороковой сессии Мастехата. Всего в рамках подготовки к отопительному сезону работа выполняется на лучшую сумму более 5 миллиардов тенге из различных источников финансирования. Около трех десятков многоэтажек в Караганде пока что не готовы принять тепло в квартиры горожан. Там до сих пор проводят работы по замене элеваторных узлов и сетей. Как правило, это происходит в домах, где нет КСК и ответственных за теплоузел лиц. А формами управления охвачено лишь 73% от общего жилищного фонда Караганды. Об этом местные власти сообщили на минувшей сессии городского Мастехата. Между тем, коммунальщиками была проведена большая подготовительная работа. Реконструированы и модернизированы сети, пройдены тесты оборудования, поставлены многочисленные приборы учета. В целом на теплоисточниках были проанализированы проблемные вопросы, возникавшие в прошлый отопительный сезон. И по ним приняты соответствующие меры. Однако остались проблемные вопросы многолетней давности, заметили на сессии депутаты. Например, отопление домов и так называемых малых поселках. Городские власти рассказали свое видение их решения. По их мнению, строительство магистрали М8 существенно разгрузит теплоподачу и появится возможность новых подключений к теплоцентрали. В других случаях было рекомендовано оборудовать автономные пункты отопления. Кроме того, пользуясь случаем, депутаты напомнили властям и коммунальщикам, что нужно еще успеть сделать в карагандинских малоэтажных домах до начала сезона отопления. В этих домах система управляется электрическая и тепловая. То есть, наверное, бужуги в домах ставят, и они все будут делать туда, в дымоходы. А есть вопрос очень серьезных домоходов. Там уже более 10 лет эти домоходы никто не чистил, никто в семье не эксплуатировал. Поэтому здесь необходимо задание обязательно на числу для пожарной безопасности, которая должна обследовать и дать заключение для того, чтобы эти домоходы почистились. В целом депутаты признали отчет местных властей по подготовке к теплосезону удовлетворительным. Отметили все плюсы и минусы. Народные избранники наблюдают за ситуацией все время. До, во время и после отопительного периода. Считаем необходимым. А темату города разработать перспективную схему теплоснабжения нашего динамично развивающего города. Сейчас очень активно идет жилищное строительство. Возводятся объекты сускульпыта, но нет мощности для того, чтобы подключать на востройки централизованного теплоснабжения. Гульнур Жакен, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. За окнами осень. Жильцы дома номер 60 по улице Ермекова в растерянности. В квартирах нет горячей воды. И не только эта проблема волнует людей, проживающих в центре города. Чем еще они недовольны, выяснял наш корреспондент. На такие спонтанные собрания жильцов собирать не надо. Все хотят высказать свои претензии к услугодателям. И они не беспочвенны. Ну вот посмотрите, горячей воды нет. Вот я ее открыла, закрыла. Нет уже очень давно, мы уже забыли. Вот наши тазики, которыми мы пользуемся. Вот это ведро, которое мы греем постоянно, регулярно. И для детей, и для взрослых. В 21 веке пользоваться цинковым ведром как-то не по времени. А что делать, если ремонт уже который год теплотранзитом проводится частичный? Прорыв, чобики забьют, уходят, все, конец. И ждите. Ну что это такое, а? Теплосети меняли в прошлом году. Это жители знают по грязи, которую оставили после себя ремонтные бригады. Как вот все разрыли, так вот теперь закидали, и теперь вот это все обзвали. Не заехать, не подъехать, никак неудобно. Вот здесь пятак. Не заасфальтировали, ничего не отремонтировали. Заплатим, только уберите вот эту грязь. Ладно, ладно, ладно. И вот посмотрите, вот новый асфальт. И вот здесь. Или конторы разные у них, я не пойму. Что там положим асфальт, тут не положим асфальт. Бесполезно говорить. Можно, конечно, посоветовать жильцам дома стать участниками программы модернизации ЖКХ. К 2016 году в области планируется отремонтировать 544 дома по этой программе, что позволит уменьшить количество зданий, требующих ремонта на 19%. Но все больше людей считают себя ее жертвами и забрасывают жалобами всевозможные инстанции, подают в суды. Либо мы потеряли строительный потенциал, либо так привыкли к халтуре, что на качество просто не обращаем внимания. Хотя преимущества программы модернизации ЖКХ видны невооруженным глазом. Но пока приходится возмущаться и обращаться на телевидение, чтобы обратили внимание на недостатки и помогли их ликвидировать. Мусорка, посмотрите, она разрушена, ее разрушила машина, которая мусор убирает. И весь мусор, все, что валяется вокруг мусорок, все идет к нам во двор, на детскую площадку идет. Сами убираем уже, дворник не справляется у нас с этой уборкой. На проезжей части стоят мусорки, не огорожены. Вот мы ее хотели бы убрать чуть-чуть поглубже, может быть, туда, и чтобы построили нам заново. А как бы жители не стремились все сделать своими руками, все равно ничего не получится. Очень затратно, да и специалисты нужны. Хотелось бы, чтобы нам облагородили немножко наш участок. У нас детям негде заниматься, находимся около вокзала, да, не поиграть, ничего. Получается, самые маленькие детки, вот худо-бедно обустроили нам уже, а вот для подростков, ну негде. У нас такая замечательная площадка здесь есть, где можно было сделать, вот как везде газоны делают, да, вот газончики. Сколько вот мы писали заявку, никак нам не сделают. Еще одна беда – вырубка старых деревьев. Уврать их самостоятельно никто не может. Штраф 40 тысяч тенге. А специальной организации, которая бы смотрела за озеленением улиц и дворов, в городе нет. Обратите внимание на эти деревья. Они у нас держатся чисто на нашем заборе, на железках, да, вот-вот упадут. Во-первых, нам спиливать его не дают. И не дают нам спиливать, да. Не разрешают. Мы волнуемся об изменении озонового слоя, о глобальной загрязненности атмосферы. А проблемы 21 века находятся у нас во дворах, и мы их решить не можем. Только письма пишем и ждем ответа. Нам поручили. Вот мы подготовили письмо, звонили, согласовали. Вот сейчас соберем подписи, мы отвезем, конечно. Вот так и латаем. То там, то сям. Нет бы взяться за весь комплекс работ для комфортного проживания людей. Мы терпеливы. Но в прошлом году у нас не было полгода горячего. С мая по октябрь у нас не было. В этом году опять, получается, на месяц далее опять. Но это невозможно просто. В 21 веке живем. И дальше жить будем. Только не надо забывать о повышении уровня и качества жизни всех казахстанцев. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Русманов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Херкюль. Торговая марка Galvin представляет. Эконом серия профиль Galtec 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Exclusive. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. В Караганде представители Союза ветеранов Казахстана будут обсуждать, как представители власти собираются отметить 70-летие Великой Победы. Ветераны Казахстана возложили венки к памятникам Великой Отечественной войне, посетили музей первого президента и медицинский центр помощи ветеранов. С возложения венка к памятнику Нуркена Абдиру начали свой день в Караганде руководители Союза ветеранов. Представители всех регионов Казахстана, городов Астаны и Алматы собрались в Караганде, чтобы провести республиканский семинар-совет. На нем будут обсуждаться, как представители власти собираются отметить 70-летие Великой Победы и ряд вопросов, касающихся ветеранов. Венки были возложены в Парке Победы и мемориалу Вечный Огонь. После этого гости Караганды посетили медицинский центр помощи ветеранам. У нас лечатся здесь, помимо инвалидов-участников Великой Отечественной войны, афганцев и ряд приравненных групп. Прежде всего, это основная армия труженики тыла. Это порядка 18 тысяч тружеников тыла военных лет в Карагандинской области. Представители Союза закончили свою поездку по городу посещением музея первого президента республики Казахстан Карагандинского государственного технического университета. На 67-м году жизни после болезни ушел из жизни журналист Валерий Савин, проработавший всю трудовую жизнь в газете «Индустриальная Караганда». Выпускник ленинградского журфака в 1976 году пришел на должность репортера, но какие бы ни занимал должности, всегда оставался тем, кто ради нескольких строчек спускался в шахты, был в кабине с летчиками-испытателями, поднимался на горные вершины, встречал и провожал космонавтов на Байконуре. С космической тематикой связан с 1976 года. Подготовил несколько десятков тематических полос «Космическая летопись». Он сделал свои статьи доступными для читателей всех возрастов. Другое его амплуа – спортивная журналистика. Валерий сам был альпинистом, занимался горными лыжами, увлекался парашютным спортом. Еще одна любимая тема – история Великой Отечественной войны и ее герои. Он был автором книг «Спасатели», «Летняя снега», «Ленинградские повести». Был не раз отмечен профессиональными и общественными наградами. Валерий Савин по своей жизни был очень смелым, и жизнь его была насыщенной. Занимался альпинизмом, имеет второй разряд. За все это время выполнил 140 парашютных прыжков, и за это получил первый разряд по парашютному спорту. Лауреат премии Союза журналистов Казахстана. Награжден медалями, почетными грамотами России и Беларуси за тему Отечественной войны. Но главное – Валерий Савин был очень жизнелюбивым и порядочным человеком. С начала года сотрудниками подразделения административной полиции и подразделениями дорожно-патрульной полиции Карагандинской области за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержано 2259 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. В Казахстане для всех водителей правило одно – за рулем должен находиться совершенно трезвый человек. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, независимо от количества потребленного спиртного, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Возможно, ваш звонок поможет предотвратить трагедию и сохранить чью-то жизнь. За 8 месяцев 2014 года в Карагандинской области по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, случилось 30 дорожно-пранспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли и 30 были ранены. Торжественное закрытие 10-го юбилейного трудового сезона молодежных трудовых отрядов Жас-Иль-Ель и студенческих строительных отрядов города Караганды прошли в кинотеатре Саржейлау. Ежегодно в нашем городе организуется летний трудовой сезон. В рамках летней занятности было трудоустроено 528 молодых людей. Их направили в трудовые отряды Жас-Иль-Ель, студенческие строительные отряды и педагогические отряды. Сегодня в рамках данного мероприятия мы подводим итог летнего сезона. Будут награждены самые лучшие бойцы вышеназванных отрядов, а также представители государственных органов, организации и бизнес-сообщества, которые внесли свой флаг в организацию данного трудового сезона. Бойцами была проделана большая работа. Помогли строить дома в селе Кокпекты для пострадавших от наводнения, благоустроили парки и скверы, сажали цветы, ухаживали за клумбами. В этой работе мне очень понравилось то, что, во-первых, сам процесс работы, то, что познакомились с очень многими людьми, которых я не знала раньше, и сейчас мы встречаемся после работы, и это очень интересно. Благодаря труду Жасул Елицев наш город в юбилейный год стал еще красивее, еще ярче. Спасибо вам, Жасул Ель. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашид, Бахтиар Аспанов, Первый, Карагандинский. И в завершении выпуска еще об одном. На чемпионате Республики Казахстан по спортивному скалолазанию карагандинские альпинисты завоевали 21 награду. Соревнования проходили на естественном рельефе. В Жамбульской области, в ущелье Узумбулак, на скале Сулута с высотой 90 метров среди мужчин, женщин и молодежи. Семь регионов Республики приняли участие на чемпионате. Карагандинскую область представили 29 спортсменов спортивной школы Жалын. Команду готовили тренеры из Какова-Сауле, Смирнова-Галина, Молчанов-Алексей. К этим стартам мы тренировались на скалах, ездили на скалы в Тимиртау, на скалы напротив совхоза Курминка. И, в общем-то, поэтому ребята наши были готовы. По итогам соревнований команда карагандинских скалолазов завоевала 21 награду. В командной копилке взрослых есть одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали. А также 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали завоевали молодежь. В командном зачете среди взрослых наши спортсмены заняли второе место, а среди молодежи стали победителями. Алине 14 лет. Скалолазанием занимается два года. На чемпионате Казахстана завоевала три медали. Две серебряные и одну золотую по следующим дисциплинам. На трудность и скорость. И выполнила норматив кандидата в мастера спорта Казахстан. Тренера старались, чтобы я вышла, ну там, за места занимала. Ну, чтобы я всегда была первой, стремилась к первым местам. Команда скалолазов планирует принять участие и целенаправленно готовится к соревнованиям на Кубок Республик Казахстан, который пройдет в Талдыкургане на искусственном рельефе. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин